Здравствуйте, друзья! Неужели хан Батый был князем Древней Руси? Поговорим о знаменитом хане Батые. После завоевания Руси ханом Батыем освобождено было от уплаты дань духовенства, церковное имущество и состоявшее на учете церквей население. Первым князем в русских княжествах монголами был поставлен Суздальский князь Ярослав Всеволодович. Вскоре после этого князь Ярослав был вызван в Ставку Батыя и отправлен им в Монголию, в Каракорум, где предстояли выборы верховного хана. Батый не поехал сам в Монголию, а отправил в качестве своего представителя князя Ярослава. Не захотел, дескать, Батый сам выбирать верховного хана. Пребывание русского князя в Монголии описано Планокарпини. Планокарпини сообщает нам, что вместо Батыя на выборы верховного хана прибывает почему-то русский князь Ярослав. Не возникла ли гипотеза позднейших историков о том, что Батый якобы вместо себя послал Ярослава лишь с целью согласовать свидетельство Карпини с той естественной мыслью, что лично Батый должен был бы участвовать в выборах верховного хана? Мы же видим здесь документальное свидетельство того, что хан Батый – это попросту русский князь Ярослав. Это подтверждается и тем, что сын Ярослава, Александр Невский, был, как считают историки, приемным сыном Батыя. И снова возникает тождество. Ярослав равно Батый. Вообще стоит отметить, что Батый – это, вероятно, слегка искаженное слово батя – отец. У казаков до сих пор их предводителя зовут Батькой. Итак, Батый равно казачий батька, русский князь. Воспоминания об этом хранят, например, русские былины. Вот название двух из них. Василий Казимирович отвозит даней Батию Батеевичу и Василий Игнатьевич и Батыга. Далее нам сообщают. Покорив северное русское княжество, Батый поставил повсюду отряды войск с баскаками, которые и стали собирать десятую часть имущества и десятую часть населения. Хорошо известна татарская дань, десятая часть. Но ничего от иноземного завоевания в ней на самом деле нет. Десятину всегда требовала православная церковь. Как мы видели, десятая часть населения Руси шла на естественное пополнение регулярного русского войска – Орды. Это неудивительно, если знаменитая Орда была попросту русским войском. Регулярное русское войско, которое никогда не распускалось, занималось охраной границ, войной и т.п. Естественно, не имело возможности заниматься земледелием и поддерживать самостоятельно свою жизнь. Более того, занятие земледелием было строго запрещено казакам вплоть до XVII века. Это хорошо известно и вполне естественно для регулярного войска. Пишут об этом, например, и Пугачев в очерках по истории Руси. Поэтому Орда, как регулярная русская рань, должна была производить набор в свой состав, требуя каждого десятого жителя, и требовать поставок продовольствия, т.е. взимать десятину – дань. Кроме того, находясь в постоянном движении, регулярное войско должно было находиться около складов продовольствия, амуниции, вооружения. Следовательно, на территории Руси должна была существовать система военных складов. Склад называется также и другим русским словом – сарай. Ясно, что военные предводители ханы должны были иметь свои ставки, в основном не где-нибудь, а именно около этих складов сараев. И что же мы видим? В истории татаро-монгольской Золотой Орды мы постоянно встречаем упоминания о сараях. В России есть много городов с корнем сар, а особенно на Волге. В самом деле – Саратов, Саранск, Чебоксары, Царицын, Сарицын, Зарайск в Резьянской области – епископский город, Заранск в Западной Руси. Отметим, что все это – крупные и крупнейшие города. В том числе некоторые из них – столицы автономных образований. Слово «сар» может также быть вариантом слова «царь». На Балканах есть, кстати, знаменитый город Сараева, то есть Сарай. Мы видим заметное распространение названия Сарая на территории Руси и средневековой Турции. Султан Селим писал крымскому хану, якобы в начале XVI века. «Слушал я, что ты хочешь идти на московскую землю, так береги свою голову. Не смей ходить на московского, потому что он – друг великий. А пойдешь, так я пойду на твои земли». Ступивший на турецкий престол в 1521 году султан Селиман тоже подтвердил это требование и запретил ходить на московские владения. С Турцией поддерживалась посольская связь. С той и с другой стороны ввелся обмен посольствами. Разрыв России из Турции относится уже к эпохе XVIII века, когда на престол влезли Романовы. Возникает интересный вопрос – где встречались русские войска с татаро-монголами во времена татарских набегов на Русь? Оказывается, непосредственно в том месте, где собиралась русское войско для «сопротивления» . Например, в 1252 году Владимиросуздальский князь Андрей выступил против татар из Владимира и встретился с ними на Клязьме. Попросту говоря, сразу за воротами города Владимира. Удивительно, не правда ли? А в XVI веке все битвы с татарами происходили под Москвой или, в крайнем случае, на Оке. Не странно лишь, что в то время, как русские войска проходят один-два километра, татары проходят несколько сотен километров. Но, согласно нашей идее, так и должно быть. Дело в том, что Орда – это регулярное войско Руси, использовавшееся, в частности, и для карательных экспедиций против непослушных. Естественно, Орда-Рать направлялась непосредственно к тому непокорному городу, который вздумал сопротивляться военной власти. Хан Баты именовался великим князем. Нас приучили думать, что татарские правители называли себя ханами, а русские – великими князьями. Это устойчивый стереотип. Однако приведем любопытное свидетельство Татищева, согласно которому татарские послы именовали своего государя Батыя не ханом, а великим князем. Прислал нас Баты великий князь. Смущенный Татищев поспешно объясняет такой титул тем, что Баты якобы в то время еще не был ханом. Но это дело не меняет. Для нас тут важно, что татарский правитель именовался великим князем. Остановимся на важном вопросе, без ответа на который трудно понять, почему русская история, к которой мы привыкли со школы, вдруг оказалась неправильной? Кто и когда исказил истинную картину? В 1605 году на Руси началась Великая Смута. В 1613 году произошел резкий перелом. На престол взошла западническая династия Романовых, Захарийных, Юрьевых. Они-то и написали в Черне современную нам версию русской истории. Уже при царе Михаиле и патриархе Филарете, а может быть и позже. При Романовых, Захарийных, Юрьевых была изгнана казачья орда из пределов московского государства. Ее изгнание знаменует собой конец старой русской династии. Остатки неподчинившихся войск древней империи, орды, были оттеснены от центра московского княжества. В результате сегодня мы видим казачьи области не в центре России, а вдали от него. Все эти казачьи регионы — наследие русской монгольской орды Рати. Например, Казахстан — это просто Казахстан, то есть казачья область, казачья стоянка Стан. Или же Казахстан произошло от Казахстана, то есть казаки с Дона. Недаром современные казаки готовы снова взять на себя роль устроителя и охраны государства. Неудивительно, они это очень хорошо делали на протяжении многих сотен лет нашей истории. Возникает естественный вопрос — как же могло профессиональное регулярное войско Орды проиграть гражданскую войну? Можно строить различные предположения — этот вопрос действительно важен. Победа над Разиным, а затем над Пугачевым — это окончательная победа над Ордой. После этого успеха Романовых в их официальном летописании разгромленную Орду Рать объявили чужеземной, плохой, завоевавшей исконно русскую землю. Орду превратили в сознание потомков в жестоких иноземных захватчиков. При этом ее отодвинули на далекий и загадочный восток. Так Монголия, много Мегалеон Великая, равно Русская империя, уехала на восток. Как, кстати, вслед за ней с берегов Волги уехала и Сибирь. А иноземные лазутчики Романовы объявили себя славянами и поселились на территории нашей земли. Придя к власти, Романовы постарались максимально заштукатурить древнюю русскую историю. Поэтому историки эпохи Романовых, имея на то явные или неявные указания, старались глубоко не копать. Это было опасно. Не просто опасно, а смертельно опасно. Наше собственное впечатление от работ историков XVIII-XIX веков подтверждает эту мысль. Они старательно обходят все острые углы, инстинктивно уходят от очевидных, лежащих на поверхности параллелей, вопросов и странностей. С этой точки зрения книги Соловьева, Ключевского и других историков эпохи конца XVII-XIX веков покрыты особенно толстым слоем штукатурки и вранья. Чего стоят хотя бы старательные попытки, глядя на текст подлинных русских летописей, читать вместо Поля Куличкова, Кучкова Поля, а затем строить глубокомысленные гипотезы о неких боярах-кучках, в честь которых якобы и названо было Поле. Известно, что при царе Федоре Алексеевиче, старшем брате Петра, правившем до Петра, в 1682 году в Москве сожгли разрядные книги. По всей видимости, это сделали для уничтожения сведений о происхождении русских боярских родов. То есть сожгли генеалогию. Сегодня считается, что так поступили лишь из прогрессивных соображений борьбы с местничеством. Дабы русские бояре, не зная и не имея документальных подтверждений своего происхождения, не могли спорить о местах. Подлецы Романовы уничтожали подлинную древнюю русскую генеалогию, чтобы освободить место для своей новой династии. И только после этого, по-видимому, появились существующие сегодня разряды от Рюрика. Они приведены, например, у Ломоносова. Смотрите его полное собрание сочинений. В течение всей своей истории у Романовых были тесные родственные связи с Германией. При этом известно, что население некоторых областей Северной Германии было русского происхождения. Например, сообщается следующее. С Любиком и Голштинским герцогством граничила когда-то область вандалов со знаменитым городом Вагрия. Так что полагают Балтийское море и получило название от этой в Агрии. Море варягов. Вандалы тогда не только отличались мужеством, но имели общий с русскими язык, обычаи и веру. Ясно, что приход Романовых должен был трактоваться при Романовых как большое благо для страны. Хотя изначально когда-то Голштинское герцогство было заселено русскими, но уже с 17 века эти земли стали терять значительную часть своего русского населения. Вообще политика Романовых являлась по преимуществу чисто немецкой, да и методы их правления также были прозападными. Например, в период опричнины на Руси 1563-1572 годов, когда у власти фактически оказались Захариен и Романовы, впервые начинают упоминаться преследования за веру. Уничтожались Магометане и Иудеи, не принявшие христианство. Никаких известий о чем-либо подобном в русской истории до этого не было. Русь, как известно, придерживалась старого монгольского и османского принципа веротерпимости. Правление первых Романовых Михаила Алексея Федора Алексеевича характеризуется массовым сжиганием книг, уничтожением архивов, церковным расколом, борьбой с казачеством Ордой. Русская история начинает выступать из романовского мрака, к сожалению, лишь после Петра Первого Романова и становится более или менее освященной только после разгрома Пугачева. До этого была тяжелая борьба, смута, гражданская война, где основными противниками выступало казачество, Орда, сосредоточившееся к тому времени на Дону и в Московской Тартарии. К этому времени относится вынужденное начало земледелия в казачьих областях. До этого оно было казакам запрещено. Отметим, кстати, что специальные усилия Романовых в XVII веке посвящены тому, чтобы доказать Западу, что распространенная там точка зрения, будто бы Степан Разин знатного происхождения, абсолютно не верна. Западные источники называли его Рекс, царь. Однако известно, что при Разине находился некий царевич Алексей. По-видимому, время Разина и вообще весь XVII век и даже XVIII век — это эпоха борьбы за престол между Романовыми и Старой Ордынской династией, казачеством Ордой. После падения Романовых в 1917 году пресс «Умолчание» был снят. И действительно, в русской эмиграции за рубежом появились прекрасные работы по древней русской истории, в которых начали открываться многочисленные и долго скрывавшиеся странности. Например, иногда цитируемая нами книга Гордеева была опубликована сначала на Западе, в эмиграции и вышла в Россию лишь недавно. Конечно, сегодня не принято высказывать какие-либо критические замечания в адрес Романовых. Однако научный поиск не может сдерживаться политическими соображениями. Романовы были враги Руси. Со временем штукатурка стала осыпаться. Из-под нее появляются фрагменты подлинной картины. Автор статьи Анатолий Фоменко и Глеб Носовский Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи.